Добрый вечер, дорогие друзья! Прошла еще одна неделя, мы с вами снова встречаемся. Времена меняются, а нашего сегодняшнего гостя все читают и читают. Самое удивительное, что все печатают и печатают. Конечно, не менее удивительно, что все читают и читают. Михаил Виллер, Миш, привет! Витя, добрый вечер! И пока ты говорил те слова, я мысленно повторял свое любимое. Присловие кровельщика, пролетающего мимо седьмого этажа. Господи, хоть бы это подольше не кончалось! Ты мне скажи другое. Может, у тебя какой-то... Вот я тебя знаю много лет. Мы с тобой... 24,5 сэр. Да, более того, не будем скрывать от нашей аудитории, что мы с тобой дружим. Кстати, у меня еще дружба с тобой вышла боком, но об этом чуть позже. Это здоровая мужская дружба. Да, вот скажи мне, пожалуйста, тебя самого не удивляет, что тебя все печатают и печатают? Может быть, у тебя есть какой-то блат, может быть, у тебя какая-то серьезная рука в руководстве нынешней России, что Виллера, несмотря на его невоздержанность на язык, за его странные высказывания, которые он себе позволяет, давно не дали пинком по заднице, а продолжают печатать, издавать. Может, у тебя блат какой-то, Миш, просто о котором мы не знаем никто? Типун вам на язык испуганно сказал, старикашка. Ведь вот дым Отечества, смешиваясь с экологически более чистой атмосферой Нью-Йорка, очевидно, в памяти рисует тебе совсем не те картины, которые имеются в России сегодня. А именно, если ты хорошо сидишь во власти, то тебе могут отсыпать деньги из бюджета и твои книги, даже если они, ну скажем так, не очень-то талантливые и правдивые, будут стоять в витринах на ударных позициях и торчать поезда там плакатами 4 на 8 метров рекламы и так далее. Но если у тебя этого нету, то тебя могут издавать по одной единственной причине – ты приносишь прибыль издателю. Потому что издатель вынимать деньги из своего кармана, чтобы дать их тебе, не станет никогда. Миш, ну ты прекрасно знаешь, что по нынешним временам, или как правильно говорить, по нынешним временам, нет большой проблемы снять трубку, позвонить издателю и сказать, этого козла больше не печатать. Будете этого козла печатать, вообще ничего печатать не будете. И издатель все свои разговоры по поводу свободы, слова прибыли и так далее, забудет моментально, встанет по стойке смирно и скажет «Есть». Ведь у тебя, как у человека истинно творческого, мечта опережает действительность. На самом деле мне известен только один случай, вот из последнего года, раньше их вовсе не было, когда книгу человека не стали печатать, потому что заранее все книжные торговые сети отказались принимать ее на реализацию, а им уже якобы приказать нельзя. Речь о книге Шендеровича, его публицистике, где он, соответственно, остро и хидно-сатирически-злобно топчется на власти, на конкретных лицах и так далее, и так далее. Книжные сети отказались брать. Издатель Захаров, отлично умеющий считать деньги, сказал, ну что же я могу сделать, и вот теперь кто это будет печатать. Более покуда. Таких случаев не было, но... Но в принципе мне нравится ход твоих мыслей, хотя не нравятся сами мысли, потому что уже лет 8 назад я слышал на уровне, скажем так, Совета Федерации, то есть Верхней Палаты Парламента, что вообще-то должны остаться только те писатели, которые нужны государству. И к тому потихоньку дело идет, но пока еще, слава богу, не дошло, и мы имеем шанс, что и не дойдет. Может быть, лошадка сдохнет раньше, чем цыган ее продаст. То есть ты, если я правильно тебя понимаю, пользуешься серой ситуацией, пока с одной стороны говорить и писать то, что говоришь и пишешь ты, не следует, но пока никому до этого нету дела. Потому что по большому счету, по большому счету, что там написал этот Веллер, что и кто это читает, и какие из этого делают выводы, на самом деле дела нету. Сейчас не до тебя. То есть ты работаешь, Миша, извини за откровенность, ты работаешь под шумок. Правильно? Нет, это опять же не совсем так. Дело в том, что я никогда не являлся и не являюсь ни антипатриотом, ни русофобом, ни, в истинном понимании слова, пятой колонной, ни тем, кто нашу родину с под низа копать на деньги госдепа. Строго говоря, я даже не знаю, где находится госдеп и так далее. Это ты хорошо, что об этом сказал, потому что тебя-то как раз неоднократно, я читал обвинение, что ты получаешь деньги в госдепе. И ты сейчас заявил публично, что нет, не получаешь. Я однажды от серьезного человека, владельца одного из издательств, за дружеским столом в очень узком кругу в подпитии услышал вопрос. Ну, Мишка, а ты указания откуда получаешь? Я говорю, ну, в каком смысле? Ну, между нами, Мишка, ты еврей? Я говорю, ну, да. Ну, вы же получаете указания? Я говорю, откуда? Ну, из центра. Я говорю, слушай, ты, ну, скажем так, охренел. Из какого центра? Какие указания? Я вижу у него в глазах мысль, о, суки, не колются, маскируются. Мало выпил, надо долить еще. Да, 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 ввести сыворотку правды. То есть у меня вышла в 2006 году книга «Великий последний шанс», которая может, на мой взгляд, рассматриваться, таковой рассматривалась, как абсолютно патриотическая, хотя патриотизм в нем порою принимал весьма жесткие и нелицеприятные формы. Насколько я знаю, эту книгу прочли все наверху, то есть ее прочла вся Дума. Там тогда были два книжных ларька, ввозили каждое утро по пачке в каждый ларек, а после обеда депутату посылали помощника в магазин «Москва», там 300 метров пройти, чтобы они им купили эти книжки. Так вот получилось. Так вот мы познакомили с Женей Ройзманом, который пришел на встречу со мной в магазин «Москва», потому что от Думы недалеко и так далее. Он был тогда депутатом. У меня есть книги абсолютно разные. И в принципе там, на мой взгляд, мне нечего инкриминировать с точки зрения какой бы то ни было власти, но когда будет создана чиновничья структура, когда одноклеточные начнут управлять искусством, как было еще 40 лет назад или 30, то вот тогда, конечно, ой, тогда, сами понимаете, это будет. То есть ты хочешь сказать, что одноклеточные, учитывая личность нынешнего министра культуры, пока не управляют искусством? То есть ты хочешь сказать, что нынешний министр культуры, который говорит о лишней хромосоме, присущей русскому народу, он не одноклеточный. Пока это еще. Если ты его сравнишь с товарищем Демичевым или товарищем Фурцевым, и кроме того... Я тебе хочу сказать, что Петр Нилович Демичев при всем моем отношении как к члену Политбюро со всеми вытекающими последствиями не был до такой степени необразованным идиотом, как господин Медынский. Он никогда не говорил, он знал о том, что лишняя хромосома – это признак дауна. Он не говорил, что народу присуща лишняя хромосома, поэтому он... Понимаешь, ну, Миша, о чем ты говоришь? Ну, слушай, Вить, ну как-то твой тезка Янукович перепутал поэтессу Анну Ахматову с Раисой Ахматовой. Вот, ну и так, ну, нет, ну, бывает, ну, бог с ним. Я имею в виду, что главлита как такового, покуда еще, слава богу, не существует, должность руководителя и издателя не является ни номенклатурной, ни государственной, и хотя издатели последний год конкретно оглядываются на то, что они печатают, потому что волнует отношение к правительству, волнует, волнует русско-украинский вопрос, волнует. Но если там не говорится впрямую, ну, то, что могла бы сказать, например, светлой памяти Валерия Ильинична Новодворская. То, что здесь потоки крови, а там борьба за свободу, Степан Бандерод, он был вообще святой мученик, а с этой стороны кровавые чекисты. Ну, Валерия Ильинична иногда заносила между нами. Человек был, ну, безупречной честности, безупречной моральной стойкости, но по мыслям иногда заносила. Хорошо был знаком. Так вот, вот это издатель сегодня издавать не станет. Миша, заносят всех. Заносят и тебя, заносят и меня. Я, по счастью, был знаком тоже в этой студии. Мы общались с Валерией Ильиничной Новодворской. Я как раз считаю, что Валерия Ильинична Новодворская это пример чести, совести и порядочности. Вне всякого сомнения. И истинного российского патриотизма. Потому что большего патриота России, чем Валерия Ильинична Новодворская, найти тяжело. Не надо. У каждого свои соображения о патриотизме. Когда Валерия Ильинична фотографируется, вот для публичных фотографий, там помещать в журналах и так далее, в кофточке американский флаг, и говорит, что если русский народ недостоин свободы, то пускай подохнет, потому что нечего жить такому народу, то я, конечно, всегда думал, что если бы она родилась в Америке, она носила бы флаг, если не советский, то китайский, и сидела бы под портретом, если не Ленина, то Че Гевары. Есть люди перпендикуляры. Миш, история, как ты знаешь, не терпится слагать на наклонение. Что было бы, если бы? Это психологический тип. Мы отвлеклись. Я согласен. Мы отвлеклись. Тем более мы оба с тобой согласны, что Валерия Ильинична была чистейшим человеком, порядочнейшим, мужественным, беззаветным. Пусть и земля будет пухом. Я счастлив и горжусь, что был с ней знаком. Значит, смотри, из твоих слов я могу сделать следующий вывод, что в конце концов все не так уж плохо. Все совсем неплохо. И я думаю, что это отдельные вот отщепенцы, которые говорят о том, что российское население поделилось на две неравные части. Палаты номер 6 и пятая колонна, они ситуацию ужесточают сознательно. На самом деле все не так плохо. Можно говорить, можно писать, можно печататься, даже не имея волосатой руки. Конечно, нельзя написать, что Путин и дальше какие-то нехорошие слова, но в принципе, по большому счету, ситуация не такая уж ужасная, как это представляется некоторым ненавистникам режима, представителям пятой колонны или нацпредателям, как сейчас принято говорить. Я думаю, что по скромной работе одного отдельно взятого литератора нельзя делать обобщение уровня такого, чтобы судить по всей ситуации в стране. Да подожди секунду, я же спрашиваю... Извини, я же спрашиваю... Миша, я же спрашиваю не по уровню этой работы, я спрашиваю твою оценку отдельно взятого, весьма успешного тьфу-тьфу-тьфу и популярного литератора, который находится внутри. Я интересуюсь твоей оценкой происходящего. Замечательно, пока мы с тобой говорили только о том, как издают писателя. Если же говорить об оценке в целом, то книжка моя, простите мною упомянутого, я ее не рекламирую, там тиражи давно распроданы и прочее, «Великий последний шанс» начинается с фразы «Книжки 480 страниц. Сегодня Россия обречена». Так вот, когда эта книга в 2006 году вышла, «Я был убежден, что все-таки великий последний шанс у России есть. Сегодня, я боюсь, точка перегиба пройдена, и этого шанса уже нет». Миша, ты знаешь, вот я должен тебе признаться честно, что я горжусь дружбой с тобой, потому что за... Не только потому, что нас многое действительно связывает, и не только потому, что я очень люблю твои книги, и дышим одним воздухом. Я горжусь дружбой с тобой, потому что за последнее время ты первый человек, приехавший из России, который не попросил меня не трогать политическую тему. Серьезно? Круто! Это круто! Понимаешь? Ты первый человек, с которым я общаюсь по телефону, неважно, звоню я тебе в Таллинн или в Москву, а ты не говоришь мне, это не телефонный разговор. Я думаю, что это связано с тем, что ты не от мира сего. Я думаю, я думаю, что ты плохо на самом деле соображаешь, что происходит. Так же, как я думаю об этом, когда слышу некоторые твои высказывания по телевизору. Я думаю, что так... Возможно, я ошибаюсь, но я совершенно точно думаю так не один. Ты думаешь, что тебе можно. И это здорово. Я за это тебя уважаю. Я не знаю, насколько это соответствует действительности и до какого момента тебе можно. Потому что уже много кому нельзя. И ты это прекрасно знаешь. И если ты сейчас чуть-чуть покопаешься в истории последних месяцев и лет, ты мне скажешь, сколько людей ты потерял как друзей. И как людей, которые тебе звонили, которые с тобой пили водку, которые с тобой откровенно разговаривали. Тебе это не... Нет? Я не угадал? Теперь пойдем последовательно. Первое. Я не думаю, что мне все можно или мне не все можно. Я очень часто с наслаждением слушаю в тысячный раз, в десятитысячный звучание фразы Стругацких легко и сладостно говорить правду в лицо королю. И таким образом, если тебе за это ничего не... Тебе за это даже ничего не сделают. И ты можешь сказать то, что ты думаешь. А если ты не делаешь карьеру, не метишь на какой-то пост и не хочешь удержаться на своем посту, если тебе не платят за это денег, то здесь даже теоретически не видно никакого смысла врать. А зачем? Кроме того, что это... Ну, как-то унизительно для себя. Что я политик, политтехнолог, бизнесмен, который должен прогибаться, чтобы получить какой-то заказ. Нафига мне это делать? Кроме того, понимаешь ли, разум, ум человеческий – это вообще такая вещь, которая честность имеет обязательной и необходимой составляющей. Честность означает адекватная обратная связь. Вот ты что-то видишь извне, воспринимаешь и выдаёшь наружу адекватно. Если ты выдаёшь неадекватно, то ты дурак. По-простому говоря, ну, мне как-то не хотелось бы быть дураком. Может, я не сильно умный, но уж насколько умный, мне не хочется быть ещё глупее. Далее. Разумеется, когда с места заместителя начальника президентской администрации уходил Сурков и на его место был поставлен Володин, как понятно совершенно всем, это означало изменение курса в идеологии для страны, для масс и в идеологии в СМИ, которую курирует человек, сидящий на этом посту. Совершенно понятно, что коррекция производилась не в сторону большей либерализации, а скорее в сторону большего единомыслия. Но всё было сравнительно тихо, как всегда в начале, пока не началась история с Майданом. Скажем так, до ноября какого года? 13-го, да? До ноября 13-го года. В ноябре 13-го года вдруг вот в этом потоке воздуха, который обдувал СМИ, как через радиатор, в воздухе появилась такая фильтрующая решёточка. А вот когда в марте пошла во всю крымская история, то здесь вдруг просто люди как-то начали вылетать со своих скромных работ, вот, скажем, Симаго, человек далеко не бедный, я не помню, он член Компартии сейчас или был до какого-то времени, он ввёл свою передачу, по-моему, час в неделю на каком-то радио, и мы с ним встретились на одном телешоу, ну, там, предбанник, подождать, выпить чаю, и он рассказывал всем открытым, что надо же, вдруг мне говорят, что совершенно всё это закончено. Я не помню сейчас на каком канале, по-моему, Бизнес.ФМ или где это было, у Быкова была своя постоянная передача, ну, а потом она как-то просто перестала быть. Ну, насколько мне известно, у тебя не на телевидении, на радио была тоже своя передача, которая перестала быть? Ну, это я тебе сказал недавно, что перестала быть, потому что это только что произошло, вот непосредственно перед Новым годом я был на трёхмесячном в течение восьми с половиной лет возобновляемом контракте, и в очередной раз в полном согласии с трудовым законодательством этот контракт не был продлён. Причём, я должен сказать для справедливости, что всё это было оформлено самым благородным образом. То есть, генеральный директор встретился со мной, выпил чаю, и не только чаю, заплатил за весь срок следующего вот этого трёхмесячного срока, как следовало из договора, поставил бутылку хорошего коньяка, и сказал, что, ну, очень жаль, но как-то пока вот такие вот времена, что вы, наверное, понимаете, я сказал, что я безусловно понимаю, то есть, здесь не может быть никаких личных обид, это только бизнес. Разумеется, это всё есть. Слушай, Миша, а я хотел тебя ещё спросить, а не объясняется ли тем, что ты вообще-то наполовину иностранный писатель? Ты же иностранный писатель, ты же писатель-то, русскоговорящий, эстонский писатель, еврейской национальной. Слушай, у тебя дом в Таллине. По моим скромным данным разведывательным, несмотря на нашу с тобой дружбу, я всё равно же разведкой занимаюсь, ты же не во всём признаёшься, ты вообще орденоносец эстонский, тебя орденом наградили. Ты, конечно, очень часто бываешь в Москве, и у тебя там квартира, и ты там бываешь, встречаешься, ходишь, общаешься, а потом уезжаешь домой в Таллинн. Может быть, с тобой просто, что с тобой связываются? Ты писатель, ты иностранный. Я думаю, что твои сведения из интернета, я не знаю, какой кретин упорно вставляет туда фразу, написанную лет 15 назад, живёт в Москве, но работать продолжает в Таллине. Такая творческая шизофрения живёт здесь и одновременно работает так. Ты же бываешь в Таллине? Я же не говорю работать, ты же бываешь в Таллине? Да, я бываю в Таллине регулярно, два раза в год на рождественские каникулы и несколько недель, ну, это около месяца летом. Если главный православный банкир Пугачёв загремел под фанфары, если стопроцентно своему пацану, ведь я забыл фамилию, подскажи, министр обороны, маршал Табуреткин, российский, ну, как его фамилия? Ну, 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 процесс длится. Фиг его знает, я не знаю, какой он. Я думаю, что зрители... Министр обороны? Бывший министр обороны. Вот, маршал Табуреткин, помню, фамилию уже не помню. Если, значит, его там грозились отдать под суд, но потом... Сердюков, что ли? Сердюков. Вот, видишь, я же знал, что ты знаешь. Я вспомнил всё-таки. Кто такой я? В Москве никто не фигура. Если который месяц муссируются слухи о реальной возможности дворцового переворота, это уже столько раз говорилось вслух разными людьми в разных местах, что в этом нет уже ни секрета, ни крамолы, ничего. То кто такой я? Никто. Я закончу. Кто представляет опасность для режима? Люди, которые знают номера банковских счетов, суммы, которые на них лежат, и откуда эти суммы пришли. Вот это носители информации, вредные для жизни их носителей. Я не знаю ничего. Кто я такой? А на то, что ты выражаешь своё несогласие, и то, что ты по этому поводу что-то такое высказываешь, да наплевать и забыть. Пусть говорит, что хочет. Не совсем так. Дело в том, что я действительно ни нашим, ни вашим. Потому что я, если брать официальную пропозицию, не принадлежу к ней. Если брать то, что подразумевается российской оппозицией, я не принадлежу к ней тоже. Я сказал это однажды вслух на эхе Москвы, и могу повторить, что к моему глубочайшему сожалению, глупость российской оппозиции симметрична подлости российской власти. Так что вот человек, который сам по себе, кроме того, патриоты говорят, что всё, что делает власть, отлично. Оппозиционеры говорят всё, что делает власть, дерьмо. И есть какие-то люди, к числу которых принадлежу я, которые говорят, что вот это власть сделала плохо, и вот это плохо, и вот это плохо, а вот это, пожалуй, правильно и неплохо. Вот эта оппозиция говорит правильно, и вот это правильно, а вот это вот, пожалуй, неправильно. Да, вот я полагаю, что в мае лето уже должно сметь свое суждение иметь. Я думаю, что мы с тобой разобрались. Я тебе благодарен за откровенность. Я не буду с тобой дискутировать, во-первых, потому что это не входит в мои планы. Цитата любимая из фильма «Асса». «Товарищ, мне трудно с вами дискутировать, я заблевал уже пол парохода». Ну ты же ей не воспользовался. И парохода пока нет. Так мы еще и не пили. Ну нет, есть еще, знаешь, я тебе могу, кроме фильма «Асса», провести еще одну очень хорошую цитату. Любимого нами с тобой Марка Твена, который говорил, «Никогда не спорьте с идиотами, они опустят вас на свой уровень, и там победят вас своим опытом». Я все время забываю... Так что это покруче, чем «Асса» будет. Я все время забываю автора фразы, тоже американец. «Никогда не спорь с дураком, люди могут не заметить разницы между вами». Да-да-да. Давай поговорим. Я тебе действительно благодарен за твою откровенность и за позицию. Я далеко не совсем согласен, но это и... Послушай, да, хорошо, ну все, пошел цитатами забивать. Ну, отдохни. Ну и цитата за цитатой. Скажи мне, а что происходит с окружением? Ты ушел от этого, ответ на этот вопрос. Что происходит с людьми, которые, на мой взгляд, с нашими с тобой общими знакомыми, я не хочу называть фамилии, ты, если хочешь, назови сам, которые такое ощущение, что они, или, извини за выражение, не для эфира, абсолютно скурвились и превратились просто в навоз, что меня сильно удивляет. Или у них произошло помутнение рассудка. И они поставили на себе крест и решили, а что бы про нас не говорили, а наплевать, одна раз живем. И такое ощущение, что то, что раньше в Советском Союзе называлось такое отдельное слово интеллигенция, сегодня оно просто уже не существует, потому что это какая-то размытая прослойка, и люди, которые якобы относятся к интеллигенции, они по сути к ней уже не могут ее называться. Значит, в принципе, такого понятия, как интеллигенция, российская, больше не существует. А с людьми произошли такие вот трансформации, которые лично меня поражают. Мне нужно было бы минут шесть на полный ответ, три минуты на первую часть, три минуты на второй. Ты можешь прервать меня в любой миг. Тогда мы сделаем так. Мы сейчас прервемся, сделаем небольшую паузу. Тогда ты не получишь у меня ни одной минуты. Когда мы вернемся в эфир, то я замечу время, и ты получишь три минуты на одну часть ответа, и три минуты на вторую. Спасибо. Итак, Мишенька, как я тебе и обещал, вот закончился этот небольшой рекламный блок, вот у тебя три минуты на один ответ, три минуты на второй. Время пошло. С последней нашей встречи прошло все-таки около трех лет. За это время я успел получить золотую медаль этого большого всемирного конгресса, или как он в Афинах, которая на расстоянии трех шагов выглядит как золотая, честное слово. Так вот, у меня сказано о том, что я буду сейчас говорить, если подробнее, в книжках «Социология энергоэволюционизма» и «Психология энергоэволюционизма». Итак, часть первая. Есть знаменитый опыт, а все знаменитые опыты по социальной психологии были поставлены в Штатах со второй половины 50-х по начало 70-х годов. Когда на стене чертятся, в палец толщиной, около метра длиной, две линии горизонтальные. Вот, скажем, одна 90 сантиметров, а вторая 82. И ясно видно, какая длиннее и короче. И вот 10 испытуемых, из которых 9 подставные участники, и ведущий опыт, и один испытуемый. И вот 9 человек подряд говорят, что короткое – это длинное, а длинное – это короткое. И десятый человек в 60% случаев называет длинное коротким, а короткое – длинным. То есть он верит другим больше, чем собственным чувствам. На уровне более базовом для него мнение коллектива, мнение группы важнее, на уровне инстинкта важнее, чем мнение собственное. Потому что человек – существо групповое, выжить он мог только в группе, разделяя мнение и решение группы, и это в нем отложилось. Таким образом, людям при нынешнем телевидении можно в течение нескольких месяцев промыть мозги так, что они воспримут абсолютно любую идеологию. Это первая часть ответа на вопрос, почему большая часть населения России поддерживает на стороне повстанцев, ополченцев, сепаратистов и так далее. Вы, Донбассе. Я вообще-то этот вопрос не задавал. Сейчас, сейчас, подожди. Поддерживает абсолютно все в политике президента и так далее, и так далее. Я помню, как в Забайкале отец вечно смеялся, что их замполит, читает им, что Хрущев какой гигант, какой гений, а всем лысый кукурузник надоел. Потом Октябрьский пленум снял Хрущева. И замполит без всякой паузы. Какой проходимец, ты же надо, какой урод, какой идиот. Специально обученные люди. То есть воспринимать мнение, которое подается как мнение большинства, это нормально для 90 и более процентов населения. А вот процентика 2, они всегда перпендикуляры, потому что обществу нужно хоть какое-то меньшинство, которое дает адекватную обратную связь, чтобы оно общество вообще понимало, что происходит. Теперь о друзьях. И писательское дело, может быть, и не царское, но тоже достаточно одинокое. И друзей у меня достаточно мало, если говорить о друзьях. И с друзьями мы как думали примерно одинаково, так и продолжаем думать примерно одинаково. Со всеми почти, но не совсем со всеми, да. Потому что ряд людей абсолютно искренне полагает, что да, конечно, вот Россия права во всем, а Украина, жидобандеровцы, не правы во всем и так далее. Вот происходит это именно по тем причинам, ответ на который я как умел дал в первой части ответа. Что же касается меня, то здесь у меня вот в нынешней ситуации, где украинский вопрос, главный вопрос, уже год можно подумать. Вот ты включаешь телевизор в Москве, такое ощущение, что мы живем на Украине, потому что говорится только об Украине. Я обратил внимание. Извини, извини, я тебя перебью на секунду. Ты меня должен поправить или сказать? Секунду, Миша. Я тебе дам договорить. Скажи мне, пожалуйста, я вообще-то не смотрю федеральные каналы, потому что обладаю повышенным чувством брезгливости. Я не могу смотреть эту геббесовскую пропаганду, меня от нее тошнит. Тем не менее, иногда щелкаешь и попадаешь. Раньше я попадал и вдруг видел лицо своего друга Миши Веллера. И мне показалось, что после начала украинских событий я ни разу тебя, за исключением Эха Москвы, не видел ни на одном на этом омерзительном, как это называется, ток-шоу, где собирается... Знаешь, я тебе скажу одну историю. Я тебя понял. Одну историю. А ты мне потом отвечаешь на вопрос, который очень к месту. Был такой знакомый тебе фигура Миша Анчаров. Да, вот он был, дружил с моими родителями и первые песни Анчарова, которые пошли по Москве, были записаны в нашем родительском доме. Они пустили эту кассету «Тихо капает вода», «Кап-кап» и «Органист», я тоже маленький. И они дружили. И потом, где-то в 70-е годах, дядя Миша Анчаров начал писать всякую мерзость для советского телевидения день за днем или «Наши соседи» или что-то еще такое. И я помню совершенно пацаном еще, я учился в театральной школе, в ВТО такую сцену. Гуляют, отмечают вот этот советский сериал очередной во главе с Анчаровым. И там же Роман Сергеевич Филиппов, главный, Дед Мороз. «Колик, ты зачем усы сбрил?» знакомый всем советским зрителям именно по этому образу бриллиантовой руки. Идет Быков между столиками, Ролан Быков. Смотрит на Филиппова и вдруг на весь зал ресторана ВТО говорит «Рома, что ты делаешь в компании этой сволочи?» И возникла такая пауза, которая потом так и не рассосалась. Когда раньше я тебя видел, у меня возникал этот вопрос. А потом я перестал тебя видеть. Объясни, пожалуйста, это тебя перестали звать или ты решил, что в этой компании тебе все-таки делать нечем? Спасибо. Итак, я заканчиваю вы обещанную минуту. Дело в том, что спор нынешний, назовем деликатно спором, между Россией и Украиной стопроцентно однозначного ответа не имеет, потому что де юре Украина получается права на стопроцентов без десятых. если смотреть культурно и исторически, то мысль о том, что украинский язык единственный государственный, и единственный государственный язык в Одессе, в Симферополе, в Херсоне и прочее должен быть украинский, лично для меня вот где-то там внутри является несколько неприемлемой. Я сейчас не буду пересказывать историю Новороссии, это отдельная история. Давай не будем. Может, такое ощущение, что кто-то кому-то запрещал говорить по-русски. Ну, зачем мы будем повторять это вранье? Витя, если ты здесь ходишь... Кто-то кому-то запрещал. Одна секундочка. Ты говоришь то, чего не говорил я и возражаешь сам себе. Я говорю о том, что язык украинский единственный государственный. Это означает, что третье поколение будет естественно говорить по-украински и таким образом будет целиком сплавлена украинская нация из всех живущих там, потому что если дать равные права двум языкам, то русская культура как более мощная, развитая и так далее, так или иначе явочным порядком придушит малосуществующую украинскую культуру. Миша, я тебе очень... Это в стороне. А теперь... Я тебя очень прошу, не втягивай меня в диспу. Я не втягиваю... Потому что я пожил в многих странах. Я считаю, я считаю, при всей своей любви к русскому языку, с которого я живу, с которого я кормлюсь, я живу в стране, где государственным языком является английский. И если я требую, чтобы мне здесь все документы давали по-русски, и мне по-русски все здесь обеспечивали, то мне должны сказать, тебе не нравится, что государственный язык английский, тебе хочется русский, бери чемодан и давай в Кирово-Чепецк. Вить, я не понимаю твоих возражений, потому что, если ты требуешь, чтобы я принял твою точку зрения или единственно твою правоту, чего я никак не имел в виду, то этого, разумеется, не будет, потому что каждый из нас останется при своих. Совершенно справедливо. Поэтому я не хочу диспута. Я хочу, чтобы ты, так сказать, дальше свою позицию рассказал. Да, так вот, я тебе уже сказал свою позицию. И как я ее понимаю, и оставим на этом. Что касается федеральных каналов, то примерно с ноября 12, нет, 13 все-таки года, конечно, СМИ перешли на пропагандистскую, на идеологическую войну. Это действительно информационная война, и как таковую ее надо рассматривать. В этой информационной войне я не мог занять свое место в стройных рядах, потому что я не разделяю эту точку зрения. Я, знаешь ли, что касается начала Второй мировой войны, стою абсолютно на тех же позициях, что ненавидимый официальными псевдоисториками Виктор Суворов. Что касается истории революции и гражданской войны, то моя точка зрения с официальной советской, а потом русской мало существует, не имеет практически ничего общего, у меня и сейчас своя точка зрения не совпадающая с официальной точкой зрения вертикальной власти. Иные точки зрения не приветствуются. Таким образом, пожелания руководства каналов и возможности мои совершенно совпали, потому что меня туда не звали, а если бы позвали, я был бы лишен возможности пойти. Последний раз я был зван не совсем все-таки так, потому что это уменьшилось, допустим, на 95% звания меня, но не на 100%, потому что в марте 2014 года я был на первом канале в передаче Петра Толстого и Александра Гордона, по-моему, она называется «Политика», где, хотя Петя пытался меня затыкать как мог, но когда я сказал впервые, что Петр, ну, ел и пал, ну, тролевали, ну, две минуты, потом они вырезали, это видел только Дальний Восток, я снял часы, положил перед собой на вот этот, вот, глядя на две минуты, я все-таки успел сказать то, что я хотел, и потом вот эта вырезка, четырехминутная, где у меня было две минуты, очень долго висела в интернете. А какое-то время назад я был у Ноткина на НТВ, где, опять же, я так или иначе, ну, успел в основном сказать то, что хотел, потому что, если ты имеешь драгоценную возможность на многомиллионную аудиторию сказать открыто то, что ты считаешь правдой, и это будет услышано, то говорить, а мне не нравятся эти рылы, которые сидят рядом, так надо говорить, мне не нравятся рылы, которые сидят в Кремле, и просто валите страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мишка, ну я не знаю, что с тобой делать, ты держишь удар, тебя ни туда, ни сюда, ты вообще такой стал... Поставил задачу наносить мне удар? Я поставил задачу тебя провоцировать, тебя завести, кое-что мне удалось, но не до такой степени, ты завелся, но не сильно, поэтому я не знаю. Скажи, что бы ты хотел от меня услышать, и я скажу. Ну так, мне тоже неинтересно. Имеи совесть, я должен как-то тебя... А ты заводишься, держишь удар, я тебя и туда, и сюда... Вот мне, кстати, позвонили, я тебе обещал в начале программы рассказать, и пристыдили, сказали, вот Веллер ваш друг, а он, оказывается, государственник. Я говорю, да, а поскольку я толком не знаю, что такое государственник, я сказал, что это нехорошо, но я все равно Веллера люблю, несмотря на то, что он государственник. Ты знаешь, я был, возможно, последним человеком, который взял интервью большое, двухчасовое у Бориса Стругацкого, когда-то в середине 70-х я два года ходил в его семинар в Ленинграде, и зашла речь и о том, что он, вот, совершенный либерал, ну уж они-то с братцем нахлебались, всего счастья, сталинской эпохи. Вот, а я полагаю, что государство это естественная природная форма самообразования человеков. И здесь ничего не поделаешь. Вот Стругацкому очень не нравилось, его даже удивляло, он говорит, ну, Миша, ну как же вы, умный человек, можете быть государственником в то время, как то и то самое. Я с ним, разумеется, не спорил, я слушал и говорил спасибо. Не надо спорить с нами, со Стругацкими. Мы со Стругацкими все равно правы. Нет, нет, а для чего? Но, что касается того, что государственник ныне, когда господствует во всех интеллигентских кругах точка зрения ортодоксального либерал-фундаментализма о том, что право человека важнее права государства, есть такая фамилия у Хеллера в Уловке 22, лейтенанта дали до генерала Шайскопф. Вот это вот Шайскопф, потому что люди, не понимающие, что человек вообще может быть только в составе социума и никак иначе. Иной вариант это Маугри, человекоподобное животное. Вот этот социум неизбежно переходит в государство и иначе оно по устройству невозможно. Они все читают политику Аристотеля, где сказано на второй странице, что по природе своей государство предшествует человеку и не понимают ни хрена. Что интересно? Интересно, что твои философские воззрения находятся в серьезном противопоставлении твоим личным взглядам, потому что ты, например, ты, например, ты абсолютно одинокий волк. Я же тебя хорошо знаю. Большое спасибо. Ты абсолютно абстрагируешься и стараешься максимально абстрагироваться от государства. Да, всегда мне стало правильно. И когда ты говоришь о том, что государство это для них для всех. А вот я немножко в стороне. И чем дальше я могу находиться от государства и от общества, которое будет мне что-то рассказывать, толковать или навязывать, тем правильнее будет и лучше для меня. Позвольте объяснить. Я так же, как и ты, могу существовать только в государстве, потому что кто-то должен делать хлеб, кто-то должен делать одежду, кто-то должен печатать книги, кто-то должен служить в армии. И вот без всей этой огромной структуры некому будет эти книги читать. А если некому читать, то их никто не будет и писать. Так что ты можешь быть максимально независим, идеологически и так далее, но ты не можешь зарабатывать деньги вне государства, ты не можешь удовлетворить ни одну свою потребность вне государства. Альтернатива это Генри Тора в леса. Хорошо. Не хочешь в леса? Иногда на недельку. Я, например, с каждым годом все больше и больше хочу в леса. Честно говорю, серьезно. Ты не хочешь в леса? Зов предков. Ты не отвечаешь на вопрос. Ты не хочешь в леса? Я сказал, на недельку иногда очень хочу. Постоянно в леса нет, не хочу. Мне доводилось довольно долгие месяцы проводить в пампасы. Это очень романтично, когда смотришь по телевизору или денька на три, ну, на две недели. Дальше вся романтика исчезает. Начинается скудный быт, при котором, Витя, полностью закукливается интеллектуальная сфера. Полностью. Вот как тебя берут в армию, хоть студента на лагерные сборы, и у тебя закуклилась вся сфера, вся энергия, в том числе мозговая, идет на другое. Вот в пампасах и в лесах то же самое. Ты выживаешь. Твои эмоции имеют иные привязки и раздражители. Никакой литературы. Скажи мне, что последнее издано? Какая книжка? Не успели об этом совсем поговорить? Большое спасибо. Знаешь, только что, да, кстати, о государстве человечества. У тебя же вот только что вышел. У меня вышел новый маленький, тоненький сравнительно роман под названием «Бомж», который мне самому нравится. А дело в том, что полностью соответствует герой романа «Бомж», остальные герои романа тоже бомжи. Это бывшие люди, бывший мент, который полностью предан власти, но с какого-то момента его вдруг стало дико тошнить, когда он видит что-то патриотическое. Он не может. Он смотрит и регулярно бегает в ванную блевать. Это бывший бизнесмен, который думал, что создает честный бизнес, а получилась пирамида, и его раскурочили и так далее, и так далее. Вот люди, которые себе живут и выживают, где есть рассуждения, на самом деле, конечно, мои, там на разных уровнях, в разных стилях, о происходящем сегодня в России. Книга, конечно, чрезвычайно невеселая. Чего там веселого-то может быть? Ну, знаешь, я тебе скажу, кто хочет веселого Веллера, опять снимет с полки памятник Дантесу. У меня вообще, например, когда плохое настроение, я памятник Дантесу перечитываю, потому что это можно сдохнуть от хохота. Я не знаю. Большое спасибо. Я не знаю, в каком ты был настроении, когда придумал эту историю. Отвечаю. К 200, к 300, скольки, 700, 800, 900, к 200-летию со дня рождения Пушкина, они лет за, дней за 150 начали, по 100 раз в день, по всеми передачами, до дня рождения Александра Сергеевича осталось 132 дня. Где-то на дне 50-м я сломался и от бешенства стал писать памятник Дантесу. Блестящая совершенно история. Потому что ты не понимаешь, что Пушкин – это наше всё. Вот как вот вы любите всё святое для нашего народа подвергся смеянию. чего я не понимаю, что я понимаю? Как? Потому что Пушкин – это наше всё. А вы пишите памятник Дантесу, где изгеляетесь над этим. Это не то, что не патриотично. Нет, нет. Это как-то нехорошо. Я кислотой пробую благородный металл на прочность. Ах, вот оно как. А, а ты как думал? Демагог. Отнюдь. Это называется метафора. Художественный подход. Ничего к тебе не возьмёшь. Ну ладно, Миш. Миш, время почти не осталось. За нашим с тобой диспутом. Читай стихи. Ты знаешь, чем передача заканчивается. Паломники переживают скептиков, Но каждый Одиночество постиг. И каждому Опять неясно, с кем теперь Ему брести До новых Палестин. Приговорённым К верности Пожизненно Какие веры Выпадет терпеть? Вот край земли На край земли Спросил Не побежишь за мной? Вот Край земли Скажи Куда Теперь Мой Петербург Как тесно спится Твоим Сенатским площадям Всё чаще Вглядываюсь В лица Кого из них Не пощадят Дороги Верставая Поступь Опять В который Век Домой Как просто Господи Как просто Мы привыкаем Жить Зимой Класс Спасибо, Миша Спасибо, Вить Спасибо, что выбрал время И пришёл Ты знаешь, что я всегда рад Спасибо и тебе, что пришёл Всегда Ты знаешь, что я всегда рад тебя видеть И в эфире И вне эфира Я надеюсь, что мы с тобой ещё Не один раз увидимся и здесь в студии Не один раз увидимся За её пределами Я тебе Желаю наше традиционное пожелание Радости творчества А ещё я тебе желаю Чтобы вот это вот Велеровское сумасшествие Которое в тебе живёт И Твоя температура Которая, на мой взгляд Вот я тебя знаю четверть века У тебя никогда не было нормальной температуры Ну, внешнего, во всяком случае Знаешь, есть люди 35,6 или 36,5 У тебя всегда, на мой взгляд Температура 38,8 Неважно, о чём идёт разговор О творчестве, о политике О жизни, ещё о каких-то областях Я Мне это очень нравится Мне очень нравится Я хочу, чтобы ты продолжал ещё много-много лет Жить и творить С этой ненормальной повышенной температурой У тебя это здорово получается Спасибо Меня душат слёзы в горле Я тебя обнимаю Дорогие друзья Наша сегодняшняя программа подошла к концу Спасибо, что вы этот час были с нами До встречи через неделю Будьте, пожалуйста, благополучны Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»